Виртуальная реальность 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 Есть у нас в народе, к сожалению, такая нехорошая привычка, ну, как говорится, бросаться словами. Да не матерными, а вот именно научными, особенно медицинскими. Тоже понимая их неправильно, а ведь мысль материальна, а слово тем более материальное. Вот можно услышать такой диалог, скажем, человек один другого спрашивает, ты что такой грустный? Ты знаешь, что у меня депрессия, вот депрессия, у меня прочее. Нет, у тебя похмелье средней степени тяжести. Депрессия – это очень серьезная. Это же психиатрия. Ее не лечат ни гипнозом, ни уговорами, ее лечат внутривенными вливаниями препаратов. У тебя может быть апатия, но это другое дело. Был у нас такой замечательный психотерапевт Владимир Леви, он однажды так и говорил, что вот есть у человека диарея, что вежливо называют, или просто понос. Съел что-нибудь не то, и организм начинает самоочищаться, не надо этому мешать. Пусть все это, выйдет все эти яды, трава там и так далее, не надо глушить таблетками, приглушать диарею. И вот то же самое, это апатия, это психологическая диарея. То есть вы себя перегрузили, задергались, замотались, устали, и организм сам говорит, я тебя ввожу в стариапатии с полного равнодушия, ничего не хочу делать, все из рук валятся, прислушайтесь к этому. Это психологическая диарея. Ну отдохните, наконец, всех денег все равно не заработаешь. Поезжайте в деревню, на дачу, не знаю, искупайтесь в речке, плюньте на все, засуньте все бумаги в стол и забудьте о них хотя бы на три дня. Дайте своему организму отдохнуть, он же усигнализирует. Апатия – это психологическая диарея. Смиритесь с ней. Есть в группе таких трудовых состояний человека одно состояние, которое называют ПГД, то есть психологическая готовность к деятельности. То есть прежде чем что-то начать делать, там, работу творческую, какую-то трудовую, ну просто рутинные, какие-то психологические, трудовые операции, нужно быть готовым к ней, иначе просто работа не пойдет. Так вот, ПГД состоит из двух половинок, что ли, да? Есть общая готовность к деятельности, есть ситуативная готовность к деятельности. Общая готовность, ну это знаете, знание, умение, навыки, да? То есть я умею, знаю, знаю, как выполнять какую-то работу. Значит, я к ней готов, но еще и установки нужны. Я хочу это выполнить, я настроился на это. Действительно такая вот установка, самое важное может быть, что я хочу это делать. А ситуативная готовность, когда вот уже приступаешь к работе, вот приспособление к психике, к действиям в конкретной ситуации. Вот возьмем достаточно экстремальную, сейчас любят такие экстремальные виды спорта, там, адреналина всякие в себе вырабатывать. Вот первый прыжок с парашютом. Ну, абсолютно организм сопротивляется. Ну как это так, я покину исправный самолет с этой тряпкой, ненадежной головой. А сейчас, кажется, уже люди появились, которые деньги за это платят, из всякой подготовки их выбрасывают. Даже несчастные случаи уже были, даже смертельные случаи с такими вещами, с этим нельзя шутить. Так вот, когда мы, скажем, этим занимались в аэроклубах, там месяца три идет вот вырабатывание общей готовности, установок. Занятия в аэроклубе по вечерам, ну как парашют устроен, сколько у него строп там, как самолет устроен, как укладывать парашют, более полезные знания. Как действовать после отделения самолетов, в подвесной системе, в классе, как разворачиваться, как там расчековать запускной парашют и так далее. Вот, то есть там не столько знания какие-то мощные, сколько вот установка. Все будет нормально, я прыгну, и все сработает. Так, собственно, и происходит. А вот когда наступает день первого прыжка на аэродроме, вот там начинается формирование ситуативной готовности. Готовность сделать этот первый шаг за борт. Там ничего особенного нет. Зажмурить все органы чувств, шагнуть за борт. Вот, первые 2-3 секунды, пока стропа выходит из сот, ну такая мысль, что я дурак наделал. Потом раскрывается купол, и все, ты уже небожитель. На земле возвращаешься другим совершенно человеком. Вот, так чтобы это случилось совершенно спокойно, инструкторы начинают на летном поле какие-то построения делать идиотские. Вот так, нет, вот так, встаньте, да. Кто этот парашют на снег бросил, только немедленно почистить. Ой, я забыл, надо еще полетный завтрак съесть. Прямо здесь на снегу кусок хлеба, вареное яйцо вкрутую, чай остывший. Это все довязь, надо съесть, со времен Чикалова еще. То есть человек доводит до состояния, суньте меня в самолет, я уже прыгну, я уже готов, я уже хочу это сделать. Ну вот это, собственно, так и совпадает. Общая готовность и ситуативная. Ну, кстати, не все решаются на такой шаг. В общем-то и правильно, хотя я бы советовал это сделать. Знаете, уже нельзя ходить на четвереньках, даже согнувшись. Всегда уже ходишь вертикально. Ну, хорошо, возьмем другую ситуацию, в которой не надо прыгать с парашютом. Но любой студент, и все мы практически в своей жизни не раз попадали в эту ситуацию. Экзамен сдать. Здесь то же самое. Психологическая готовность к сдаче экзамена. Общая готовность и ситуативная. Общая готовность в чем состоит? Ну, студент читает, занимается, читает конспекты, в общем-то, формирует какие-то подобия знаний, умений, навыков. Но при этом, главное, что он формирует эту установку. Он внушает себя. Ну, я же читал, я же готовился, я же на все лекции ходил. Ну, да меня же люди сдавали, наверное, я сдам. Пусть не с первого раза, но все равно уже сдам. Конечно, сдашь. Вот человек формирует в себе такую вот общую готовность к сдаче экзамена. А ситуативная готовность реализуется в виде ритуалов. Ну, есть, может, счастливая одежда, в которой всегда хожу на экзамен. Даже, например, сван какой-нибудь в кармане. Там надо войти в аудиторию задом наперед. Брать билет, третий с краю, левой рукой. Ну, и так далее, да. Как бы полная готовность к психике. Ну, я все ритуалы выполнил. Сейчас вот у студентов нынешних появился ритуал «ловись шару». У нас такого не было. То есть надо в полночь перед экзаменом сунуть зачетку, открытую на нужной странице в окно, крикнуть «шару, ловись» и захлопнуть ее. Шара туда попадает. Не открывать зачетку до самого экзамена. Даже представитель сам должен ее открыть, иначе шара улетит. Когда все ритуалы выполнены, вы раз и получаете тот билет, который знаете единственный, блестяще все сдаете. Ну, пусть не блестяще, но сдаете. Это тоже общая ситуативная готовность к деятельности. То есть это не суеверие, это ритуалы, это полезная вещь. Ничего страшного. Был в нашей стране на стыке 19-20 века такой тогда известный писатель Викентий Вересаев. Он был врач по образованию, и он впервые, может, в истории написал такую замечательную книгу «Записки врача». Те, может быть, даже где-то вскрыл некоторые секреты врачебной профессии, реальность, которая там скрыта от нас, была от пациентов. Его в этом обвиняли, кто-то хвалил. В общем, это была очень знаменитая в то время бетселлер, как сейчас говорят, книга в России. Но кроме этой книги и других романов он написал такие интересные жизни, заметки. Интересные с точки зрения психологии. Вот мне вспоминаются сразу две такие вещи. Вот так однажды он написал. Если в трамвае раздастся объявление. Граждане, трамвай идет только до Арбатской площади. Хотя бы один человек в салоне спросит, а дальше не идет. С тех пор ничего не изменилось. И сейчас хотя бы один человек спросит, а дальше что не идет. Даже если сейчас будет на магазине написано «закрыт» или «учет», кто-нибудь откроет идею, спросит, у вас действительно учет. Кстати, отчасти он прав. У нас бывает так. Учет кончился, а табличку забыли снять. Такое тоже бывает. А второе, что интересное наблюдение, написал Вересаев, сейчас или сегодня я встретил на улице женщину на остановке трамвая с совершенно раздетым лицом. Вот как она ругалась из-за примуса с соседкой на кухне, так и вышла на людей. Ну нельзя же так. Надо надевать лицо, когда выходишь на улицу. И это правильно. Недавно с коллегами, преподавателями на курсах повышения квалификации обсуждали такую тему, как педагогические цели, самостоятельная работа студентов. И вот буквально что-то произнес слова такие «самостоятельная работа студентов». Ну и некоторые коллеги сразу стали что-то говорить, там говорят «реферат, вот эти рефераты студенты и скачивают». Говорят, стоп. А кто сказал, что самостоятельная работа студентов это обязательно рефераты, которые действительно скачивают? Реферат довольно сложная работа, не каждый студент ее еще подтянет, исправится. И напомнил ему такую достаточно классическую вещь, как уровни педагогических целей. Это американец Блум, собственно, их сформулировал. Они вполне очевидны, их шесть. Но в наших вузах больше трех обычно не ставят, не примеряют. А больше того, может, многие преподаватели не задумываются о них. Он просто вываливает весь учебник, старается влезть в те маленькие отведенные часы. Один коллега меня так спросил, а вы успеваете весь материал дать, который в эти часы укладывается? Я говорю, что считаю нужным, успеваю. Все остальное – самостоятельная работа студентов. А человек пытается пересказать весь учебник, а это невозможно. Так вот, Блум сформулировал шесть уровней целей. Когда мы проверяем, что студент, или что-то добиваемся от студента, что он должен показать в знании вот этого предмета. Вот первый уровень – это знать. Просто знать о чем-то. Закон Ома для участка цепи. Проверка. Пять формул на зачете. Покажи пальцем, где закон Ома для участка цепи. Вот этот. Знаешь. Три балла или зачет. Второй уровень – понимать. Как ты понимаешь это? Ну вот, примерно так, как вот, если аналогия, вот, вода втечет в трубе, если труба большого диаметра, вода не мешает, она хорошо движется, под давлением и сразу быстро проходит. А вот если труба узкого сечения, при том же давлении и расходе, у нее расход меньше, сопротивление, вот так же, примерно, в проводах. Это физически совершенно неправильно, но похоже, аналогия есть. понимаешь, примерно понимаешь. Четыре. Третий уровень – применять. Реши задачу. Рассчитай сопротивление вот этого резистора, если знаешь, ну, силу тока и напряжение. Применять. Ну, положить руку на сердце преподавателя. На этом мы обычно заканчиваем вопрос студента, но это пять уже можно ставить, да? Но Блум выделяет еще тридцать уровня целей. Четвертая цель – это анализ. Проанализировать что-то, разобраться, поковыряться лаборатории, вот реальная цепь электрическая, возьми тестер, промери напряжение во всех точках и определи неисправное сопротивление. Задача еще более интересная, трудная и сложная. Значит, найди, проанализируй. Пятый уровень целей – синтез. Вот здесь как раз реферат. Настоящий реферат – это вот тебе 4-5 книг, разные ученые писали на одну и ту же тему. У них что-то похожее, что-то общее, в чем-то они конфликтуют друг с другом, не соглашаются. Проанализируй, прочитай, составь таблицу, в чем они согласны, в чем не согласны, твоя точка зрения почему-то ближе. Выступи с небольшим догладом в группе, я тебе не 5, а тебе 8 подставлю за такую работу. Это настоящий реферат на базе книг. И Южно-Иллинойский университет, кстати, в Штатах, там прямо условия, студент подписывает контракт, что он не будет пользоваться интернетом, плагировать, то есть плагиат. Он только по книгам, по бумажным книгам, это просто, ну и честь, эти славы даже могут отчислить за плагиат. Анализируй сам на уровне рефератов. Это очень сложная работа. Вот, и шестое, это уже оценка, простите, оценка. То есть, дайте оценку вступления России в ВТО для авиационной промышленности Казани. Студентам, экономистам, инженерам, вот оцените, как будет, что будет, прогнозируйте, что получится из того, что там у нас сделали, члены правительства там или другие люди. То есть, эти шесть уровней целей, до самых глубочайших, и вот, увы, что часто мы на трех останавливаемся, вот на этом уровне, значит, идет работа. А отсюда вот эта вот болезнь, неизбывная болезнь нашей высшей школы. Самостоятельная работа студентов, это реферат, который все заведомо знают, что он скачивается с интернета. Реферат, это аж пятый уровень целей, это очень глубокая и сложная работа, не всем дано даже ее сделать. Так что давайте вот к этому стремиться хотя бы. Посмотрите на карту мира нашей страны, мысленно или реально. Кстати, говорят, что в Австралии эта карта перевернута, они верхом мира считают Южный полюс. Ну ладно, это их дело. У нас наша страна, самая большая по площади в мире, хотя не такое большое население для такой площади, она находится у полярного круга. Две трети нашей российской территории сегодняшней, не Советского Союза, а именно Российской Федерации, это районы Крайнего Севера, вечная мерзлота и приравненные к ним. И вспомните историю. Все великие цивилизации, ну какие, ну шумеры, античность, инки, ацтеки, Китай, древняя Греция, они где формировались в основном? Чуть севернее экватора, где средняя изотермотемпература в год плюс 20 градусов Цельсия. Ни южнее, ни на экваторе, ни еще южнее, уж тем более на крайнем севере. И только наша империя, это одна великая цивилизация, единственная в мире, которая сформировалась у полярного круга. Это очень интересно. Этим можно гордиться, а двум говорите, мы работать не умеем. Наши предки, да и мы, участвовали, создали такую великую цивилизацию. Россия – это не страна, не национальность даже. Это именно цивилизация совершенно уникальная, которая занимает свое достойное место в мире. Надо гордиться этим, и мы будем это делать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова